Когда речь заходит о легендарном полководце Михаиле Илларионовиче Кутузове, на ум тут же приходит его образ с повязкой на глазу, которую он на самом деле не носил. Пули дважды проходили возле глаз Кутузова, а раны должны были быть смертельными. Но военачальнику посчастливилось выжить. Сослуживцы верили, что Кутузову предначертаны великие дела. Петра Александровича Румянцева За это Кутузов был переведен в Крымскую армию. Именно тогда, в русско-турецкой войне, в 1774 году, он получил первое повреждение глаза. Пулям пробила левый висок, носоглотку и вылетела с другой стороны. Ранение считалось смертельным, но Кутузову посчастливилось выжить и сохранить глаз. Второе ранение, связанное с глазами, он получил через 13 лет. Очевидцы рассказывали о сквозном ранении от одного виска в другой, немного позади глаз. Пуля прошла буквально в волоске от мозга, один глаз несколько искосило. Изумлению врачей не было предела, а солдаты, все как один, видели в этом божий промысел. Кстати, повязку, которая считается неотъемлемым атрибутом Кутузова, он в жизни практически не надевал. Это была выдумка режиссеров в фильмах о полководце. Среди многочисленных боев Кутузову довелось сражаться рядом с Суворовым в легендарном штурме турецкой крепости Измаил. После первой неудачной осады Кутузов хотел было отступить, но Суворов ему ответил, что он уже донес Петербург о захвате крепости и о назначении Михаила Иларионовича комендантом Измаила. Следующий приступ оказался удачным, и крепость была взята. В 1793 году Кутузова назначают послом в Константинополе. Там Михаил Иларионович своим воспитанием и дипломатическим талантом располагает султана Селима III. Поговаривали, что Кутузову даже удалось побывать с разрешения султана в его гареме, что вообще-то было недопустимым для других мужчин и каралось смертной казнью. Когда встал вопрос о назначении главнокомандующего в войне 1812 года, высшие чины выдвинули кандидатуру Кутузова. Император Александр I, который не очень жаловал полководца, все же дал свое высочайшее соизволение, уточняя при этом, что сам он умывает руки. Смерть от простуды настигла блестящего полководца 5 апреля 1813 года в прусском городке Бунцлау. Смерть от простуды настигла блестящего полководца 5 апреля 1813 года в прусском городке Бунцлау. Продолжение следует... Продолжение следует...